Ранним утром 20 сентября в одной из многоэтажек подмосковной Балашихи прогремел мощный взрыв. Обрушились строения третьего и четвёртого этажей. В результате страшной трагедии погибли 7 человек и ещё 20 пострадали. Основной причиной взрыва специалисты назвали утечку бытового газа в одной из квартир, где проживала 86-летняя пенсионерка. Обходы и работа по заявкам – ежедневная рутина для специалистов Риотовской компании «Проект Сервис Групп», которые отвечают за газовое хозяйство нашего города. На их попечении более 21 тысячи квартир, и каждую нужно посетить как минимум один раз в год для плановой проверки. График обходов можно посмотреть на сайтах управляющих компаний и сайте компании «Проект Сервис Групп». После установки новой подводки датчика мы проверяем на утечку все соединения. В данном случае один из жителей сам вызвал мастеров, чтобы обновить гибкую проводку и установить систему автономного контроля за газованностью. Именно такой прибор в теории мог бы предотвратить катастрофу, подобную той, что случилось в Балашихе. Электронный нос, почувствовав утечку, самостоятельно перекрывает подачу газа к плите и дает тревожный сигнал. За несколько лет нашей компании было установлено более трех тысяч комплектов оборудования. Это в рамках муниципального контракта и по просьбе жителей по частным квартирам. Приборы чувствительные на запах газа. Прибор срабатывает, автоматически отчелкивается клапан. Жителю можно вообще ничего не делать, позвонить в диспетчерскую службу, приедет наш сотрудник, проверит газовое оборудование и поставит клапан уже в работу. Специалисты рекомендуют установить систему автономного контроля во всех квартирах, где есть газовое оборудование. Они также призывают не игнорировать ежегодную проверку и обеспечивать доступ мастеров для контроля газового оборудования. Но, наверное, самый главный и самый важный совет от газовщиков. Будьте внимательны и при малейшем подозрении звоните в экстренные службы. Если почувствовали запах газа, незамедлительно нужно сообщить в единую диспетчерскую службу либо по телефону 112. Заявки автоматически передаются в нашу газовую службу и в течение 20 минут мы выезжаем уже на место. Только всем миром мы сможем предотвратить трагедии, связанные с газовым оборудованием. Наша бдительность – залог нашей безопасности. Евгений Сафаров, Дмитрий Мирошников, телеканал ТВ Реутов.